и всем привет с вами инди и сегодня мы продолжим проходить нерушку названием ресейвер я не знаю каким образом но почему-то я выжил то есть я не знаю либо как игры или что-то типа того но у меня остались четыре кассеты это турелька она все еще живая вон там стоит сволочь и правда не знаю как и точно убить но посмотрим попробуем и кстати я сделал кое-какую интересную вещь я хотел бы проверить если правильно понимаю то есть я сделала вот так кстати значит записываться не твой то что произойдет ну-ка-ну-ка-ну-ка удиви меня игра помню что не произойдет смысле он произошло так интерес все записывается что-нибудь а ну-ка производится запись видео дороге записывается хрен его знает окей записки окей я провел очень много времени изучая все эти кассеты и записки и в принципе я более-менее час в лился сюжет и знаете теперь мне появился еще один повод пройти эту игру в общем что я понял мы находимся где-то во сне но грубо говоря что-то вроде того была есть какая-то организация которая занималась тем что готовила всех какому-то mind kill без принять что это такое и тренировала бойцов вооруженных пробежками всякими испытаниями и так далее чтобы они были готовы ко всему после чего в принципе все что случилось дальше я не очень понял собственно когда это случилось видимо этих людей забросила в этот сон при этом они могут оставлять записки друг другу то есть в этой большинство тех записок которые нахожу это записки других людей или меня же в какие-то я не знаю когда в какие-то другие промежутки времени или одновременно и у всех у нас есть задача понять что здесь происходит что-то вроде того собственно той чем я сейчас занимаюсь и грубо говоря она медленно буду двигаться все эти люди которые в этом сне они вот собственно тиранги с каждым разом поднимаясь по рангу осознавали все больше и больше то есть так понимаем не будет больше кассет выпадать или чуть-чуть того но после смерти когда они умирали они забывали свои прошлую жизнь эти матери воспоминания в общем и я смотрел читал свои же записки из прошлого о том что типа после большого количества смертей уже герой потерял счет времени и дай все как сказать некий фонарик нужен чуть темно он есть фонарик точно и забыл ну в общем все другие игроки давайте так называть это у них там какое-то и название было я не помню они все пытаются но помочь друг другу поставить какие-то советы и так далее ведут переписку с помощью кассет кассет этих записок и интересно не знаю почему мне интересно эта игра напоминает почему-то rain world сильно прям очень сильно как темно просил темно то вот этим темно то распишись теперь ты еще больше похоже на хоррор куксет меня когда в них у вас ждут у нас есть что-то но это что-то 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 это оно что-то что-то ваше и -аше 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 Вот немного другая тройка, она, по-моему, более мощная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА When performing at a peak condition, often the deciding factor is mental state. Ideas have a form and a weight. When you become dedicated to an idea, it takes on a new dimension. It becomes denser, tougher to move, intractable. This tenacious stubbornness is required to become a receiver. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки записки. Во-первых, сложнее переводить, потому что в них использован курсив. Курсив, к сожалению, не переводится. И что-то еще. А, ну, в принципе, не менее интересно. Хотя в них есть подсказки. Правда, я не очень понял подсказку. Эксперименты, которые чувствуются, связаны с событиями. Если события, которые вызывают негативные ощущения, происходит часто достаточно, или особенно интенсивные, это может создать фобическую реакцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Even after distancing oneself from these events, these phobic elements can persist. Thoughts flow from one to the next, like water flowing down a river. And like water flowing, these thoughts can carve through stone, given enough time. Trauma is like a boulder in the river. And over time, a correct sequence of thoughts can cut and shape it. Eventually allowing the thoughts to pass safely and smoothly around them. Я пойду переведу и эту кассету. Мне прям на них очень сильно везет. Ну, честно говоря, очередные философские бредни. Не думаю, что вам это интересно. Я думаю, тем, кто интересно, уже перевели это каким-то образом. Мне нравится, как устроены тролики в этой игре. Ай. Но на самом деле, таким темпами я пройду этот уровень очень быстро. И еще хотел сказать. Мне почему-то эта игра напоминает какую-то другую игру, которая типа... Ты играешь со всеми игроками, которые играют в эту игру. Ну, без настоящего мультиплеера. Не знаю, как это назвать. Сложно. Короче, вы решаете вместе с другими игроками. Одну загадку вместе. Вот у меня такое предчувствие, когда я играю в эту игру. Как будто бы те записки, которые оставляют... Другие люди. Это другие игроки. Не знаю. Это вот даже прикольнее становится. То есть... Как будто бы в эту игру играет правильнее со мной еще несколько сотен игроков. И тоже пытаюсь понять... Смысл того, почему они здесь и так далее. Это было опасно. Я думаю, хорошим вариантом здесь будет просто пробежать. Чё это такое? Чё оно держит как-то странно? А может по-нормальному? Окей. Мы на втором уровне. И здесь должна быть полнейшая дичь. Кстати, я недавно получил кассету. Я думаю, записки я буду читать только в том случае, когда их наберется достаточное количество. А вот с кассетами я буду переводить их сразу. Давайте я вам прочитаю, что здесь. Честно говоря, абсолютно ничего интересного. Меня больше интересует в данный момент... Эм, фонарик, ты можешь вырубиться? Я не очень понимаю, как работает пистолет в этой игре. А, он пистолет, что ли, пихает на... Да не, наверное, залагал просто. Во, отлагало всё, в принципе. Отлично. Блин. О, мне револьвер дальность. Тоже самое, что ли? Да, вроде тоже самое. Найс. О, русская рулетка. Так, что такое? Пульки. В этой локации совсем другая, хоррорным. Блин, вы прикиньте на пятой локации. На пятой локации такой хоррор начнётся. Это капец. Я не хочу в это играть. А я думаю, от этого, мне кажется, вам будет ещё сильнее хотеться, чтобы я в это поиграл, верно? Но звуки совсем другие. А, блин, я один в партии. Я пойду свет включу, пошел. Честно говоря, я не думаю, что это мне сильно поможет. И поиграть в хорроры ночью. Это убогая идея. Одному в квартире. Вообще не советую. Блин, реально. И теперь я скучаю по той девушке поющей. Это реально капец. Если это реально хоррор, то я не знаю. Я вообще ничего не знаю. Здесь пять локаций. Если на второй локации такой пипец, я... ну, вообще... Одно хорошо. Тут нету всяких... Нет никого, кроме роботов. Всяких дронов и тому подобное. Но я думаю, атмосфера меня будет пугать, но очень сильно. Этих локаций, кстати, не было. Это абсолютно новая локация. Окей, здесь более-менее спокойно. Блин, теперь вообще не весело. Я сейчас придумал проходить эту игру. Знаете? Разве что бегать по первой локации раз за разом. Там весело. Я бы сказал, я слышу турельку, но я теперь не уверен, что это турелька. По-моему, это не турелька. Я знаю, что здесь есть летающие. У меня все еще лагает, когда я смотрю в тот город. Может, он пофиксит это с патчем? Кто знает. А, ну город стал темнее. Логично, что им здесь стало темнее. Наверное, будет просто кромешная тьма на пятого. Катцы. Хочу ли я в это играть? Кстати, уже собралось довольно много. Я думаю, еще немножко можно будет прочитать все, что я накопил. Нам сказали, что здесь довольно много интересной информации. В той комнате доносится слишком много странных шумов. Да, правы были в этом. О, хотя бы свет могу включать. Правда, не везде. Ай. Нахожу же я себе приключения. Я вообще кассет не могу найти. Это плохо. Возможно, что я медленно перемещаюсь. Тоже вариант. Блин, мне придется идти туда. Откуда доносится этот звук? Ой, как мне не хочется идти туда. Вроде доносится сверху. Откуда? О, я чуть-чуть я тебя не заметил. Хотя неудивительно на самом деле. Блин, почему мне кажется, что в этой игре не только роботы? Окей, тот звук ушел. У меня столько ощущения, что тут могут быть не только роботы. Разглядим немножко тишину. Для меня, по-моему, было фул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Before Batman and Robin, the most famous dynamic duo was Smith and Wesson. When the two master gunsmiths met in the 1850s, Daniel Wesson saw the older Horace Smith as a potential mentor and fellow figure, and continued to collaborate on his crazy idea of combining bullets, powder, and percussion caps into convenient metal cartridges. Smith was sold on the idea, because it was no crazier than his inventions, which include explosive bullets designed to hunt whales. Now, Sam Colt held the patent on the idea of a revolver, so they created a lever-action alternative called the Volcanic Pistol, which later evolved into the Winchester-repeating rifle. When Colt's revolver patent expired in 1857, Smith and Wesson were ready, and released the Smith and Wesson Model 1 revolver, firing their newly invented .22 rimfire cartridge. While the .22 short was more effective against squirrels than against people, the Model 1 proved explosively popular in the run-up to the Civil War, and made Smith and Wesson a major player on the world stage. They acquired the exclusive rights to the patent for a board through cylinder, allowing them to take Colt's place with a monopoly on cartridge revolvers for the next decade, eventually leading to their most successful revolver, the Model 10. Капец, он там разбозрился. Но я это тоже переведить сейчас не будет. Давайте какую-то... Не знаю, или отдельную серию для этого, или просто, когда будет довольно много, я буду внутрь серии переводить все разом. А это что такое? А это. АПЛЕЗАНИЕ «АПЛЕЗАНИЕ а в старый добрый светлый город кажется здесь хорошо как же здесь хорошо и уютно эти шумы гордо о стоп чё о а блин в нем три пули максимум что 9-миллиметровый это м 1900 ведь как называется я не помню или банк и опять называется ok nice потренируюсь поехали если чувствую гораздо более тактикульным о глок на а че место для оружия давать а магазина теперь это а у меня два магазина найс а как пули в магазин засовывать интересно так автоматически а там пусто окей а теперь он заряжен как вытащить т.м. проверка на патрон т.п. охренители вроде и как-то надо аккуратно засовывать удерживать окей он вроде мне пока еще ужасно заражен как его аккуратно убрать и ну-ка я не понимаю как штука работает окей пистолет точнее такой пистолет право в этот раз помню без магазина так магазин есть куда не так подробно мало нафиг ты выкинул так окей аккуратно зажимой тап а и все просто зажимать клавишу окей я к этому не очень-очень долго буду привыкать и наверно не один десяток раз умрут этой пули окей ладно я пока пойду следовать у нас окей ладно я пойду искать кассеты сноса я кажется понял как этим пользоваться окей ладно я пойду искать кассеты сноса на самом деле я не очень хочу прям совсем не очень хочу искать эти кассеты ну ладно посмотрим кассеты все Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok